Всем привет, это базовый блог, подкаст про блокчейн. Это эпизод номер 30, и с вами Сергей Тихомиров. И сегодня мне хотелось бы поговорить про Zcash. Новости, которые я хочу сейчас обсудить уже немного больше недели, но я надеюсь, что это не препятствие про это поговорить, потому что тема на самом деле интересная. Мне хотелось бы обсудить церемонию Zcash. Что такое trusted ceremony, что такое multi-party computation, зачем все это нужно и почему это важно. Новость, которая побудила меня про это поговорить, пришла 13 апреля. Zcash завершила церемонию под названием powers of tau, которая церемония предназначена для того, чтобы сгенерировать так называемые public parameters, публичные параметры, которые будут нужны для того, чтобы в будущем, насколько я понимаю, планируется это на текущий год, чтобы провести обновление протокола Zcash, для того, чтобы увеличить эффективность работы с Z-адресами, то есть со скрытыми транзакциями. Но все это может выглядеть довольно непонятно с первого раза. Хочется объяснить и рассказать, что вообще происходит, зачем все это нужно, плюсы-минусы и подводные камни. Начнем с того, что Zcash – это криптовалюта, которая ставит свои цели обеспечения приватности транзакций и для этой цели использует такую довольно новую и довольно продвинутую криптографическую технику, как Zcash. Вы, может быть, помните, как в одном из предыдущих выпусков я рассказывал про Zero Knowledge Proofs, пересказывал пост на эту тему, и там в качестве примера, в качестве иллюстрации того, что такое Zero Knowledge Proof, то есть доказательство с нулевым разглашением, приводился пример Sudoku. Там, если вы помните, были Алиса и Боб, и Алиса знает решение очень сложного Sudoku, а Боб его не знает, и Алиса хочет доказать Бобу, что она знает решение, не показывая само решение. И если вкратце опять-таки пересказывать, там была предложена такая схема, которая, собственно, иллюстрирует, как работают, внимание, интерактивные доказательства с нулевым разглашением, а именно Алиса раскладывает на столе карточки, которые соответствуют ее решению, так что числа видны только на карточках, которые и так Боб знал, которые составляют условия задачи. Затем Боб предположительно случайным образом выбирает, хочет ли он проверить выполнение условий в строках, столбцах или квадратиках. Потом Алиса ссыпает в 9 непрозрачных пакетов карточки, соответственно, из столбцов, строк или квадратиков. Боб смотрит в эти пакеты, там все карточки перемешаны, но тем не менее в каждом пакете ровно цифры от 1 до 9, как и должно быть по условиям Sudoku. И если эту процедуру производить один раз, то есть вероятность одна треть, что Алиса могла обмануть Боба и не собрать полное решение. Скажем, она предоставила решение, которое сходится только по столбцам и строкам, а по квадратикам не сходится. Это, конечно, не считается. Но если эту процедуру проводить несколько раз, то вероятность того, что Алиса чисто случайно смогла обмануть Боба с неполным решением, все уменьшается и уменьшается. В конце концов, Боб, я думаю, проверит в конечном итоге и столбцы, и строки, и квадраты В общем, как бы то ни было, такого рода доказательства можно использовать В качестве доказательства того, что Алиса действительно знает решение Но обратите внимание, что эта схема обладает тем свойством, что она интерактивна То есть Алиса раскладывает карточки на столе, дальше Боб должен сообщить Алисе, что именно он хочет проверить Затем Алиса производит еще какую-то операцию и дальше предоставляет Бобу доказательства Боб не может просто посмотреть на карточки или посмотреть на это решение И убедиться в том, что оно правильное, при этом не поняв, что оно из себя представляет Если мы перенесемся в мир уже криптовалют, собственно, зачем нам такие технологии могли бы пригодиться в области криптовалют Ключевая дилемма заключается в том, что, с одной стороны, криптовалюты должны быть publicly verifiable То есть каждый участник системы должен иметь возможность проверить, что никто не читит Что никто не тратит чужие деньги или никто не производит double spend и так далее И в такой наивной, скажем так, имплементации, которая является, например, и биткоин, и эфиром, впрочем, тоже является И большинство других криптовалют, просто все суммы находятся в открытом доступе на блокчейне Каждый может при желании проверить все подписи, просуммировать все суммы и убедиться, что все сходится И самое примитивное условие корректности таким образом выполняется Но, разумеется, не выполняются условия приватности Чтобы добавить сюда приватность, нам бы хорошо было бы изобрести такую схему Где каждый мог бы верифицировать корректность блокчейна То есть каждый мог бы проверить, что все, что произошло, каждая транзакция, что она не нарушает правила Но при этом никакой информации про конкретные адреса, про получателя, отправителя и сумму транзакции Невозможно было бы получить Собственно говоря, это та задача, которую решает такой криптографический протокол, как ZGSNARKS Что расшифровывается как Zero Knowledge Succeed Non-Interactive Argument of Knowledge То есть компактный, неинтерактивный аргумент знания, скажем так Здесь важны все части Компактный означает, что он требует относительно немного ресурсов, относительно немного памяти И вычислительной мощности для того, чтобы верифицировать такие утверждения Что делает, в принципе, возможной имплементацию в криптовалюте Non-Interactive – это, пожалуй, самая важная часть Это показывает нам, что этот протокол неинтерактивен То есть мы в блокчейне, вот ту первоначальную схему, которую иллюстрирует Sudoku Мы не можем это реализовать, потому что требование того, чтобы вот майнер, допустим, хочет проверить Очередная транзакция валидна или нет, или очередной блок валиден или нет Что он должен делать какой-то челлендж, создавать какой-то челлендж, посылать его автору транзакции А автор транзакции будет производить какое-то доказательство и так несколько раз То есть такой интерактивности у нас нету, мы не можем обеспечить постоянную такую связь между майнерами И вообще между тем, кто хочет проверить блокчейн и автором транзакций Нам нужны доказательства, которые неинтерактивны То есть я как автор транзакции включаю в эту транзакцию некоторый набор пит, некоторую строку И только этой строки достаточно для того, чтобы кто угодно убедился, что я действительно Трачу только свои деньги, и все происходит по правилам Вот, языки снаркс именно таковы, они non-interactive И arguments of knowledge, это слово arguments нам показывает, что это, как и часто бывает в блокчейнах, вообще в криптографии Здесь гарантии безопасности вероятностные То есть это не стопроцентное математическое доказательство того, что действительно все корректно А это некий аргумент, который нам показывает с достаточно большой вероятностью, что все хорошо Вот, это не должно на самом деле никого пугать, потому что если сделать вероятность достаточно большой Достаточно близкой к 100%, то мы уже можем для практических целей считать ее стопроцентной В чем заключается здесь загвоздка? Загвоздка заключается в том, что для того, чтобы вся эта схема заработала Нам нужно иметь некоторые public parameters Нам нужно иметь некоторые числа, скажем так Некоторые публичные ключи, которые известны всем участникам системы То есть они просто зашиты в софт Но это еще полбеды Помимо того, что публичные ключи должны быть известны всем Приватные ключи, которые соответствуют этим публичным ключам, не должны быть известны никому Здесь я не буду углубляться в детали, я сам до конца не разобрался, как работает эта криптография И она на самом деле сложная, то есть это такой передний край исследований не просто в блокчейнах, а в большой криптографии Но схема, по которой работают Zikis Narks Основана на том, что Verifier вычисляет некоторый полином на тех значениях, которые предоставляет Prover И, соответственно, там все это доказательство соответственно на том, что Prover должен доказать, что он знает корни некоторого полинома Не разглашая, собственно, сами эти числа Я тут не буду, опять-таки, углубляться в детали, уже получается слишком сумбурно Но такая high-level idea заключается в том, что всем должен быть известен этот reference, некоторый reference string На котором будут вычисляться соответствующие значения и которые будут использоваться для верификации Это может быть, в принципе, какой угодно объект в этом числовом, скажем так, пространстве Удовлетворяющим определенным свойствам Но он должен быть один, должен быть общий Но невозможно его сгенерировать, не сгенерировав при этом или сгенерировав перед этим соответствующие приватные ключи И эти приватные ключи, если они будут кому-то известны после запуска самой сети Они позволят этому человеку, условному злоумышленнику, производить деньги из воздуха То есть он, обладая этой секретной информацией, сможет производить транзакции, которые будут убеждать майнеров и убеждать всех желающих в том, что эти транзакции валидны Несмотря на то, что на самом деле настоящих монет за ними не стоит И поскольку все это происходит в Zero Knowledge, никто никогда и не узнает, что такая вот история происходит То есть если предположить, что кто-то знает приватный ключ от публичных параметров Zcash сейчас Он может себе печатать, скажем, 1000 долларов в день И никто не заметит, и никто никогда не узнает, что это так и было И для того, чтобы такого сценария избежать, полтора года назад, в октябре 2016 года, перед запуском, собственно, криптовалюты Zcash Они провели так называемую церемонию для того, чтобы эти публичные параметры сгенерировать Здесь терминология предлагается такая Это не термин, конечно, такой несколько жаргон внутренний, который придумали люди из Zcash Они называют эти вот приватные ключи, они называют toxic waste, то есть токсичные отходы, которые обязательно нужно уничтожить И для того, чтобы сгенерировать все безопасным образом, была придумана церемония, которая представляет собой multiparty computation То есть некий процесс, при котором несколько участников церемонии независимо вычисляют некоторые доли, некоторые части требуемого ключа Потом они их соединяют и получают соответствующий публичный ключ, а приватные ключи уничтожаются Было очень много придумано всяких интересных штук с целью не допустить никакой утечки и не допустить никакого вмешательства в эту церемонию В ней участвовало 6 человек, и каждый примерно произвел следующее действие Нужно было купить новый компьютер в случайно выбранном магазине, желательно за наличные Перед тем, как его первый раз включить, нужно из него удалить все устройства, которые могут обеспечивать какую-либо связь этого компьютера с внешним миром Все сетевые карты, модули Bluetooth, модули Wi-Fi и так далее Далее нужно было использовать DVD, на который можно записать только один раз информацию Программу, которая генерирует соответствующие параметры, перенести на этот компьютер и ее запустить Дальше этот компьютер, то что называется AirGappedComputer, то есть компьютер, у которого воздушная прослойка, скажем так, между ним и всеми возможными сетями Он генерирует эти параметры, генерирует фактически пару ключей Дальше результат этого вычисления записывается опять-таки на DVD, на который физически можно только один раз записать информацию И в конце концов тот компьютер, который все это вычислил, на котором предположительно могли остаться следы этого toxic waste, уничтожается самым ужасным образом При этом вся процедура, все участники процедуры снимают свои действия на видео И там какой-то был еще протокол, где они по видеосвязи обменивались хэшами от тех значений, которые они получили Все это выкладывали в Twitter, выкладывали на интернет-архив Обеспечивая таким образом и публичность, и сохранение каких-то промежуточных результатов для всеобщего обозрения в будущем И, пожалуй, самый подробный обзор и самый подробный отчет из тех, которые я видел, опубликовал еще тогда, примерно через месяц после окончания этой всей операции Питер Тодд Который был одним из этих шести участников Здесь я должен сделать оговорку, что с тех пор Питер Тодд поменял свое мнение о всей этой процедуре И сейчас он считает ее абсолютно бесполезной, потому что не использовались deterministic builds То есть угроза состояла в том, по мнению Питера Тодда И здесь я, честно говоря, не могу оценить, насколько эта угроза вероятна Ну, какая-то неналевая вероятность этого есть Но вопрос в том, насколько она велика Скорее всего, она довольно-таки мала Но, тем не менее, могла бы быть вероятность того, что бэкдор мог быть встроен в компилятор С помощью которого компилировалась программа И вычислялись в конечном итоге эти шартс, эти доли публичных параметров Но, тем не менее, я очень рекомендую вам почитать По ссылке будет приложена копия в интернет-архиве этого поста Как Питер Тодд решил сделать свой учительный узел мобильным И не просто где-то сидел у себя дома или сидел в номере гостиницы И вычислял toxic weight и, соответственно, публичные параметры А он на машине разъезжал по пустынной Канаде И буквально в движении вычислялись соответствующие части публичных параметров Все это было под видеонаблюдение с нескольких камер GoPro Там еще потрясающая была история про то, что он купил билет на самолет А утром на этот самолет не пошел А поехал в аэропорт и купил прямо перед рейсом билет на другой самолет И полетел в совсем другое место, чтобы сбить со следа потенциальных преследователей В общем, там очень много интересного читается, на самом деле, как такой детектив шифропанковский Но, опять-таки, автор этого прекрасного поста потом заявил и придерживается мнения, что это не более чем security search Но к чему я все это рассказываю? Новость заключается в том, что добровольцы завершили вторую похожую церемонию Которая должна была бы, и, собственно, она это и сделала, сгенерировать публичные параметры Для следующего апдейта Zcash, который планируется сделать в этом году И в отличие от прошлой церемонии, где принимало участие всего шесть человек В этой церемонии могли принять участие все желающие И таких желающих было несколько десятков Собственно, я забыл упомянуть и забыл сказать самое, возможно, главное Что безопасность всей этой конструкции строится на предположении Что хотя бы один из участников сумел действительно избавиться от токсичного мусора Сумел уничтожить свою часть приватного ключа То есть действительно взломать такую схему, опять-таки, по модулю отсутствия Deterministic Builds можно было бы, только если все в первом случае шесть А во втором случае несколько десятков участников Либо все сговорились, либо все были скомпрометированы Вторая церемония координировалась посредством mailing-листа Где желающие могли записаться, скажем так, в очередь И эта операция происходила последовательно То есть каждый, насколько я понимаю, каждый участник свои результаты Основывал, в частности, на результатах предыдущего участника Эта операция завершилась И параметры таким образом были произведены И они будут использоваться для обновления под кодовым названием Sapling, которое планируется позже в этом году Надо сказать, что в Zcash сейчас складывается, по-моему, очень плохая ситуация Относительно юзер-интерфейса, скажем так Потому что сейчас ситуация такая Что Zcash устроен таким образом, что он построен на кодовой базе биткоина И он поддерживает два вида адресов То, что называется T-адреса и Z-адреса T-адреса – это адреса, которые по функциональности абсолютно аналогичны биткоину То есть можно ими пользоваться При этом все происходит на блокчейне в открытом виде Видны все суммы, видны все адреса и так далее От биткоина это отличается только нотацией Только той формой, в которой записывается адрес Там начинается буква T, чтобы просто визуально его отличать от биткоина-адреса Или от адреса какой-то другой криптовалюты А Z-адреса – это, собственно, самое интересное Там происходит, собственно, вся та технология, ради которой Zcash и придумывался Но загвоздка состоит в том, что, по крайней мере, в существующей версии Производство транзакций, использующих Z-адреса И вообще использование Z-адресов сопряжено с существенными вычислительными ресурсами Если я правильно помню, там порядка минут нужно тратить на то, чтобы на обычном ноутбуке Создать транзакцию, которая бы использовала всю криптографию, которая есть в Zcash И поэтому неудивительно, что большинство пользователей это вообще не используют В отличие от другой криптовалюты, нацеленной на приватность, а именно Monero Где приватность для всех транзакций более-менее одинаковая То есть там нет возможности выбрать публичный адрес Выбрать незашифрованный, условно говоря, адрес или зашифрованный Там криптография, хороша она или плоха ли, насколько она хорошо имплементирована – это другой вопрос И об этом тоже я рассказывал уже, но гарантии для всех более-менее одинаковые А в Zcash можно просто в настройках выбрать, какой вы адрес хотите Transparent, то есть прозрачный адрес, или Shield address, то есть закрытый адрес Неудивительно, что поскольку, опять-таки, поддержка Z-адресов с точки зрения обменников, кошельков В том числе hardware кошельков сопряжена с некоторыми дополнительными усилиями Если те адреса можно имплементировать довольно-таки просто Потому что они не сильно отличаются от биткоина, то для Z-адресов нужно еще как-то попотеть Насколько я понимаю, большинство кошельков, если они даже заявляют о поддержке Zcash То они поддерживают только Transparent адреса, только прозрачные адреса В том числе это относится и к hardware кошелькам, где вообще ситуация плохая Потому что у hardware кошелька, в принципе, нет такой вычислительной мощности Чтобы за разумное время подписать Z-транзакцию В итоге получается ситуация очень плохая А именно у людей возникает ложное чувство безопасности Они думают, что они используют Zcash Но на самом деле они используют биткоин только с еще худшими security properties Потому что anonymity set в Zcash еще меньше В биткоине даже если ваши транзакции открыты Вы как бы можете хотя бы в какой-то степени смешаться с толпой Поскольку транзакций там много В Zcash транзакций мало и большинство из них вообще открыты Так что ситуация получается так себе Но хорошие новости заключаются в том, что исследователи из Zcash Придумали способ, как значительно, порядка на 90% Улучшить производительность Zcash И в значительной степени для этого и планируется следующий апдейт Для которого была проведена новая церемония с множеством участников Да, хотел бы я еще добавить, что в свете новостей про Telegram Я все задумываюсь о том, что похожая же ситуация Применима к Telegram, как и та, которую я описал для Zcash А именно, что масс-медиа пишут и люди этому верят И это откладывается в головах Что Telegram не может никакие ключи шифрования никому отдать Потому что их, в принципе, нет у Telegram А потому что ключи генерируются только на конечных устройствах То, что называется end-to-end шифрование И просто у Павла Дорова никаких ключей нет На самом деле это все верно, но только to the same extent Все это верно только для приватных чатов Которые вы специально должны создать Причем смешно, что там вы создаете приватный чат Я один раз попробовал это сделать И у вас такое еще предупреждение на весь экран Вы точно хотите создать приватный чат, секретный чат Вот, то есть у пользователя остается впечатление Что он делает что-то неправильное И лучше бы ему отсюда уйти На самом деле техническая сторона вопроса заключается в том Как и в Zcash, как и в Telegram Что несмотря на то, что криптография Обеспечивает нам возможность Построения хорошей приватности Но это сопряжено со сложностями За это нужно платить цену В случае мессенджера, например За это нужно платить цену, что Невозможно будет синхронизация между устройствами А в случае криптовалюты нужно будет платить такую цену Что нужно будет больше тратить ресурсов И будет меньше поддержка кошельков То есть мне бы очень хотелось Конечно, очень здорово видеть Развитие криптографии И применение последних достижений В криптографии в криптовалютах Но мне бы хотелось Все-таки, чтобы пользователей не вводили в заблуждение Чтобы пользователям очень четко говорили Какие гарантии они получают И что они могут ожидать На что они могут рассчитывать И мне хотелось бы надеяться, что после планируемого апдейта Появится больше кошельков В том числе hardware кошельков Которые смогут поддерживать В том числе и закрытые атреса И закрытые транзакции в Zcash Ну и в конечном итоге Рано или поздно Планы разработчиков Zcash заключаются в том Чтобы сделать privacy by default То есть все транзакции будут одинаково приватны И все транзакции будут использовать Zcash Для чего они должны быть сделаны более эффективными Так что будем следить за этой областью И на этом я завершу сегодняшний выпуск Он будет такой немножко короткий И посвященный одной теме С вами был подкаст «Базовый блок» и Сергей Тихомиров Подписывайтесь на подкаст «Базовый блок» В iTunes или через RSS А также подписывайтесь на BasicBlock Radio В Телеграме, в Твиттере и ВКонтакте До следующего выпуска Всем пока!